Прежде чем мы продолжим, причина почему я делился о важности проповеди Евангелия еврейскому народу что мы должны найти вот эти вот идеи, которые бы доходным образом или искусственным образом могли бы донести евреям. Я бы хотел спросить, есть ли у вас какие-то идеи, которыми вы могли бы поделиться, с которыми вы использовали достижение еврейского народа, или же, что вы использовали, какие у вас идеи есть? Мне просто интересно, есть ли какие-то идеи у вас? Как достигать евреев? Очень часто мы, very often in the conversation, when I would talk to Jewish people, I spoke with some who assimilated. И непосредственно с текстами Писания, может просил что-то перевести с еврита. И это давало возможность обязательного разговора. I would start a conversation with the biblical knowledge of the history of a Jewish people, and I would engage in the conversation, or ask them just, what does it mean in Hebrew, this or that, if they know. Okay. Okay. Однажды я познакомился с одним евреем, который слышал, как я разговаривал с неевреем о судьбе еврейского народа. И он сам встрял в наш разговор, иначе пытался меня опровергать. В принципе, не понял, что я хотел сказать. Но когда мы с ним пообщались уже более конкретно на эту тему, он задал парочку тестирующих вопросов. Like, testing me. И он понял, что я не поверхностно знаком с истории. И он понял, что я не поверхностно знаком с истории. И при всем при этом зная, что я отношусь к мессианскому иудаизму, к христианству, у нас сложились с ним достаточно дружеские отношения. И вот даже если я не затрагиваю тему личности Ишу, он сам в разговорах иногда вставляет какие-то фразы, которые провоцируют меня на то, чтобы я вышел на этот разговор. Что он хочет мне говорить о том, что он хочет знать, что он хочет знать, что я просто спрашиваю. Хорошо. А его фамилия Кац. И я часто его достаю тем, что я говорю, что на нем лежит ответственность перед Богом. И я его призвание. И у него это раздражает. И это очень хорошо, что ты держишь его подотчетным. А учительницу еврита в Кишиневе я начал доставать тем, что спрашивал почему на Шаббат не существует. А есть новые идеи еще какие-то? которые Господь положил вам на сердце. Спасибо, это очень хорошо. Есть еще идеи, которые приходят в сердце человека. Если у вас есть что сказать, поднимите руку, хорошо? Я знаю, что может быть, чтобы я вас не поднял. Я хотел бы дать вам домашнее задание. На завтра. Я хотел бы, чтобы все из вас, когда вы пойдете домой сегодня, чтобы вы молились. Может быть, то же самое, то, что я делился. Может быть, что-то новое. Но подумайте о какой-то идее, которую вы смогли бы потом использовать в достижении еврейского народа или еврейских людей. И я хотел бы, чтобы каждый из вас написал об этой идее. И я хочу, чтобы завтра все мы говорили, хорошо? Даже если вы скажете, что я буду делать это или я буду делать то. Ну, чтобы вы делали что-то. Потому что все, что необходимо, чтобы проросло, нужно одно семя. Чтобы начать общение, чтобы начать разговор. Проблема в том, что большинство евреев, они вообще не читают Библию никогда. Проблема в том, как их привести к этой Библии. Чтобы они читали хотя бы что-то. Мажорство евреевских людей, они не читают Библию, поэтому они не имеют знания о Библии. Поэтому моя вопроса – как можно даже начать их рассказывать? Я говорю о заповедях, которые дал Моисей. И говорю им, что незнание закона не освобождает от ответственности. То есть они все равно несут какую-то ответственность. То есть это проклятие, если они его не соблюдают. В этом conversе с тем, что я начал. Они говорили о том, что они не знали, что они не знают, что он не знает, что они не знают, что он не знал. И я сказал – на Всевалное, что не убивает право за правое правило. Это как Виктор делился раньше. Это чтобы призвать их быть подотчетными, ответственными. Когда еврей говорит, что я не знаю, что написано. Наша реакция должна быть такова. И чтобы услышать то, что мы услышали. Мы должны, если мы евреи, то мы должны говорить так, что как мы, будучи еврейским народом, мы игнорируем Слова Божьи. Мы не должны быть такими. Потому что Слово Божье пришло к еврейскому народу и к народам. И будучи евреями, мы должны знать, что Писание говорит. И стыдно для нас должно быть, если не евреи, язычники знают Писание больше, чем мы евреи. И чтобы вот это негативное, ихнее восприятие, оно повернулось в положительное. То есть, что вы, ответственные, как еврей, отвечать и знать то, что Бог говорит. Потому что эти Писания принадлежат вам. Вы должны быть светом для мира. Как это вы живете, и вы не знаете, как быть этим светом, что Бог говорит. И из-за того, что они не знают, как начать это все. И сказать, слушай, прочитай Псалом 21 стих. Потому что подумайте, а потом поделись, что ты думаешь по поводу этого. Потом возьмите информацию у них, скажите, я позвоню, свяжитесь обратно, имейте взаимосвязь с этим человеком, или Исаия 53 глава. Мой отец, еврей. Мой отец, еврей. Мой отец, еврей. Он бывший военный. И он еще обучался при Советском Союзе. И в то время военным очень хорошо промыли мозги по поводу веры. И сейчас мне очень сложно с ним. Это практически невозможно для меня. Я молюсь каждый день об этом. Но донести до него слова, то, что в библии написано, и вообще веру, человек просто закрывается, он уходит. Он говорит, я не хочу это слышать. Я читал, и, значит, мне говорили совсем другое. И он как запрограммированный. Его невозможно вообще в какую-то сторону повернуть. Он был научен материализму, так? Он был научен материализму, так? Да. И потому что там учат, ты можешь верить в то, что ты видишь. Слышали когда-нибудь о Ричарде Вумбранге? Да, мы сделали. Есть книга Ричарда Вумбранга, которая называется «Христос пускается с нами в ад». И я не знаю, я потом вам скажу. Христос спускается в тюремный ад. И я так думаю, может быть, он смог бы прочитать… Готов ли он прочитать книгу, допустим, если я рекомендую эту книгу? Вообще он прочитал, написал 59 книг. Он верующий, и он отошел уже к Господу несколько лет назад. Он румын, он еврейский румын. И он вот был изнорён для последствий, вот, и былyes за 14 лет. Румынский добро. А это так другой может объяснить. Он был жеста в Cameraе, поскольку я сказалόςца, понимаете, что здесь ярко. Он никак не жил воizinischen Летрали. Он был extravagен с Румын Covid, но здесь былbird. Вмечение 2 месяцев чел gears не реально нужно… Изならза combos, но в другие власти казались Yan valeur. Но будучи евреем, он был признан как одним из таких сильных лидеров в румынской церкви. Потому что он страдал очень много, и он прошел через очень сильное преследование, но он никогда не отказался от Господа. И он стал как символом противостояния церкви, которая была в гонениях, и которая была в... И он проповедовал очень многим коммунистам. И я помню в одной из историй, которая... ...описывается в одной из книг, я не помню точно в какой книге, где он встречается с одним человеком, который верил в материализм. И был случай такой описан, что этот человек стоял на стуле, который был достаточно высокий. И он говорит, что все, что реально, это вот этот кусок дерева, оно реально, и он постучал. И что мы такие же самые, как это дерево, как наша душа, оно как это дерево. И Ричард Вумбранг был достаточно высокий, он больше двух метров был. И тут он внезапно взял и свалил этот стул, а этот человек сидел на этом стуле, и этот человек упал с этого стула. Он сдвинул стул с такой силой, что тот человек упал. И он говорит, почему? Этот человек сильно рассердился, разгневался. Он говорит, почему ты это сделал? Что побудило тебя это сделать со мной? Он говорит, почему ты рассердился? Ты же сказал, что ты такой, как и этот стул деревянный. Ты смотри, стул не рассердился, он нормально все реагирует. И этот человек стал верующим. Но он привел многих коммунистов к Господу. И там была еще также комната, где в этой палате лежали все люди, которые очень-очень больные были. Даже были те люди, которые убивали верующих или преследовали верующих. И в этой палате были только те люди, которые должны были умереть. И Ричард Вумбранг тоже лежал в этой палате. Но в конце мы знаем, что он выжил. И каждый человек, который попадал в эту комнату, он приводил их ко спасению перед тем, как они умирали. И все споры, они ушли, потому что когда они встречаются со смертью, оно все уходит, и они принимали спасение. И имей надежду для своего отца. Будь вдохновлена, ободрись. А он придет на собрание, если я его приглашу? Я могу его приглашать. Я думаю, что, может быть, ему будет интересно. I can invite him. I'll try to invite him. Yeah. Please tell him that I'm inviting him. I'd love him to come. Tell him I'm an ex-military guy from South Africa. Скажи, что я тоже военный, бывший из Южной Африки. I don't know if that will help us. So you are. Может быть, это его заинтересует. Не знаю. Yeah. Thank you. You know, I really do believe in the Scripture that you shall be saved and your household. And whether we're Jewish or Gentile, it doesn't matter. I believe that God saved us so that we can reach our families. Я верю, что когда Бог нас спасает, Он хочет, чтобы мы дальше шли и достигали других людей. Из-за того, что очень много противостояния в еврейских семьях к Евангелию. И я верю, что в этой части страны, в этой части мира, очень многие евреи, они были программированы в другой идеологии. But it's very easy to be it's very easy to be discouraged. И очень легко можно быть разочарованным, если ты пытаешься свидетельствовать им. Я понимаю это. But I really believe that God wants to stir each one of our hearts, that He has called us to reach our families. Но я верю, что Господь побуждает наши сердца, чтобы мы, и хочет вдохновить нас, чтобы мы достигали наши семьи. And the Lord has really given me like a, I call it a bulldog faith, that my family is going to be saved. And my father always had bulldogs when he was young. He loved bulldogs. And he said that he'd have like a big sack stuffed with clothes and stuff like that. And his bulldog would grab onto the end of the sack. And, you know, they're short and thick and muscular, you know. And my dad said he would swing the sack around as hard as he could and the dog would just hold onto it and just fly around. And the Lord has given me that faith to see my whole family saved. And I believe He wants to give us all that same gift of faith. And I probably shared this earlier on, but every family member of mine, even that really opposed the gospel, have come to faith before they died. Including three of my grandparents, who were all alive when I became a believer. All orthodox, and they're from Lithuania. My father, who swore that he would never ever accept the Lord. and the Lord gave me a promise, that He's going to enter to peace before He dies. And I believe that God is faithful to His word and He wants us to not let go of that. And don't be moved by circumstances. Amen. I remember my father actually got cancer and he died in 2003 of pancreatic cancer. and my sons each wanted to write him a letter because they were afraid that he was going to die without Jesus and go to hell. And my sons, которые сильно боялись, что он умрет и они не будут знать Иисуса, написали, каждый написали ему письмо. they didn't, they were a bit scared of offending him, but they really wanted to share with him. И они не пытались его, ну как, не стеснялись, а смело написали, что они верили. And so I was in another state on business, actually I was in Tennessee. И я был в другом штате, в Tennessee, в то время. my kids were very young, and my wife called me and she said, our boys want to write to Papa, they afraid he's going to die without Yeshua. And my wife called me and said, слушай, наши мальчики хотят написать папе письмо, и потому что они боятся, что он умрет без Иисуса. Can they write him a letter? So I said, of course, how are you, who might stop my children from writing what's on their heart? и написать то, что у них на сердце. И они написали письмо и отослали моему отцу. И на тот момент мы с отцом разговаривали два раза в неделю, по крайней мере, это самое меньшее. После того, как он получил это письмо, он неделю мне не звонил. И я находился в Вирджинии, а он находился в Калифорнии, это где-то 3000 метров. Это где-то 5000 километров. И вы знаете, что я даже чувствовал его злость на этом расстоянии. И я ожидала этот звонок от него. И в конечном итоге он позвонил мне на мой мобильный телефон. И что интересно, что многие евреи запрограммированы подобным образом, как коммунисты программировали своих людей. очень сильно, как они программируют, чтобы не принять Иисуса, Мессии, так же, как и коммунисты программировали. Это другая форма промытия мозгов. Он мне так сказал, что это самое низкое действие, которое ты мог сделать по отношению ко мне. А я говорю, о чем ты говоришь, отец? Он не мог поверить, что мои дети на самом деле имели вот это, они по-настоящему реально верили в то, что они написали. Он не мог поверить, что это реально, можно иметь такую веру, и что эти дети веруют реально. И он подумал, что это я проманипулировал своими детьми и попросил их, чтобы они написали письмо отцу. И я сказал, папа, в первую очередь, чтобы ты знал, я никогда это не сделаю. Я говорю, я отец, и я находился тогда в Теннессе, когда они мне позвонили, они спросили разрешение, если они могут это сделать. И я не буду останавливать их веру, потому что это их вера, и они в это верят. И говорит, я тебе клянусь, что я никогда не приму этого Господа. И вы знаете, но я был непоколебим. И этот звонок меня даже вдохновил. Потому что Господь положил мне на сердце, что слово, что Он спасет всю мою семью. И Он принял спасение до того, как Он отошел к Господу. Лучше позже, чем никогда. И я хочу верить стоять с каждым из вас. Потому что очень часто мы видим, что евреи настолько противостоят Евангелию. И мы сдаемся, и мы говорим, о, это так сложно, но ничего не получается. Или потому что они ортодоксальны во своем взгляде, или они атеисты, или они коммунисты. Но это не смущает Господа. И мы стоим с тобой в вере за твоего Отца, что Он спасется. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Бог любит, когда трудные времена, когда вызов бросают нам. Вы знаете, что те, которые противостоят очень сильно, это те, которые в основном потом оказывается, что Бог сильно использует. Мой кузен рассказал бы вам историю. Мой кузен живет в Иерусалиме, и он верующий с 1991 года. И каждую пятницу мы проводим шаббат. И вот он пришел, и он свидетельствовал о Господе мне и моему отцу. И во время шаббатного ужина он хотел прочитать Исаия 53 главу. И мой отец был очень раздражен, и он не хотел, чтобы он читал. но он не останавливался, он продолжал. И потом он мне хотел показать видео, какое-то видео. Потому что он верил, что то, что я увижу в этом видео, это приведет меня ко спасению. И я сказал, знаешь что, если ты хоть раз еще упомянешь это имя Иисус в этом доме, это еврейский дом, и я не хочу, чтобы ты использовал, даже упомянул это имя Иисуса в этом еврейском доме. И я сказал, если ты еще раз назовешь имя Иисуса, то я тебя ударю. И это единственный раз, где я увидел, где он был спокойный, тихий. Он успокоился, и он помнит это. И когда он услышал, что я стал верующим, он сказал себе, что я должен увидеть его, стать лицом к лицу и увидеть и убедиться, что на самом деле это так. Иначе он, наверное, в какой-то культ вошел. Потому что я очень агрессивно был против Евангелия. И я это сказал для того, чтобы вдохновить и ободрить вас всех. Я думаю, мне больше интересен тот человек, который противостоит мне, нежели тот, кто пассивно соглашается или говорит со мной. потому что потому что те, кто противостоят, у них есть страсть, которую Бог вкладывает в их сердца. И я говорю, что если они сердятся, если ты так уверен, что Он не есть Мессия, почему ты так что Он не есть Мессия, почему ты так раздражаешься, почему ты так реагируешь? Проигнорируй то, что я сказал, и все, что ты делаешь. Делай, продолжай, и все нормально. И я продолжаю, буду продолжать проповедовать, а ты просто не нравится, не слушай. следовать за Господом, это прекрасно, это радостно. Давайте теперь еще рассмотрим еще одну проповедь Петра. И мы видим, как он цитирует Иаиля в Иерусалиме. И тут опять он обращается к евреям, потому что мы читаем, что он говорит, что мужи Израиля. И он говорит к ним, используя Ишуа из Назарета. И он говорит, слушайте слова эти, для того, чтобы привлечь их внимание. И он говорит, что Иешуа был подтвержден к вам чудеса, чудеса и знаками, которые Бог сделал через него в вашем месте, как вы сами тоже знаете. В 22-й стих. Мужи Израильский, вы слушайте слова сии, Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствована вам от Бога силами и чудесами знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете. Иисуса Назарея. И then he goes on to say how he was crucified and he rose from the dead 23 and 24. And then he says that basically it was impossible for the grave to hold him, for death to hold him. And then he quotes Psalm 16. Just turn to Psalm 16 in your Bible and you see that's what he's quoting. As proof of the resurrection. And so just notice how he would always go back to the prophecies wherever the prophecies were, so he knew the scriptures pretty well. So even though he was an uneducated fisherman, he made sure that he learned the scriptures. And so even though he was an uneducated fisherman, he was an uneducated fisherman, he made sure and he quotes Psalm 16. And I won't read the whole Psalm. I won't read the whole Psalm. But it says in verse 10 and 11 in fact, let's start at verse 9. It says therefore my heart is glad and my glory rejoices. My flesh also will rest in hope. For you will not leave my soul in Sheol. Nor will you allow your Holy One to see corruption. And really that's the key verse is that His Holy One would not see corruption. In other words, His body would not decay. And Yeshua is the only person that has ever lived, whose body never decayed. And so this is evidence of the resurrection. And even though many people saw Him after He was raised from the dead, but notice how He still uses the scripture as His basis. because if Yeshua did not fulfill the scriptures, we would not believe that He is the Messiah. because if Yeshua did not fulfill the scriptures, then we would not see Him as the Messiah. And I remember after Jesus appeared to me in Jerusalem, I really didn't want to follow Him. But I didn't really know how to pray, but I guess in my heart I kind of made it, made a commitment or a kind of a prayer that even though I don't want to follow Jesus, but if He is the Messiah, I'm willing to follow Him. I'm willing to face rejection, persecution, whatever it takes, I'm going to follow Him if He's the Messiah. And He's the only one who ever did not suffer corruption in His body. So it says, you will show me the path of life in your pleasures is full of joy, at your right hand are pleasures forevermore. So He refers to them to Psalm 16. So He refers to them to Psalm 16. And then He goes to give some kind of explanation to say why, you know, to bring validity to what He's saying. because some Jews were obviously saying, well, this is King David speaking about himself because it was known as a Psalm of David. But He says to them, He says, men and brethren, let me speak freely to you about David. In verse 29, He said, let me speak freely to you about David, of the patriarch David. Verse 29. And again, notice He's talked to them about David. So again, bring it back to a person that every Jew knows about King David. They all love King David. because he's a very popular king. And He said, let me tell you about the patriarch David. He's both dead and buried. And His tomb is with us to this day. And so He's saying, there's no way that David could be talking about himself because He's very buried. So I can never understand when people think the New Testament is separate from the Old. Because He's explaining the Old Testament so beautifully. And then He says that therefore being a prophet, in other words, that King David was also a prophet, and knowing that God had sworn with an oath to Him that the fruit of His body according to the flesh would raise up the Messiah to sit on His throne. And then He says, He foreseeing this spoke concerning the resurrection of the Messiah. In verse 31. that His soul was not left in Hades nor did His flesh seek corruption. So notice, He goes to an Old Testament prophecy and then He explains the prophecy. and then of course He says, this Jesus God has raised up of which we are all witnesses. because of course many of those believers saw Him after He rose from them. And then He explains how God and He poured out His Holy Spirit and then in verse 34. He says David did not ascend into the heavens but He says but this is what David said. And then He quotes another psalm. And I believe that it's Psalm 68. Well, it's the reference here. Yeah, 19. 68, 18 or 19. 19, yeah. Yeah. And He citered again another psalm. 67. So let's... 68. Yeah, that's what I said. 68. 68 verse 19. What is it? Psalm 110. Is this the... No, it's Psalm 110 in Psalm 110 verse 1. Он цитирует Psalm 109 первый стих. 109 поправил. Yeah. The Lord said to my Lord, sit at my right hand till I make your enemies your footstool. 109 109 первый стих. Сказал Господь Господу моему, сиди, отеснуй меня. And He said David did not ascend into the heavens, obviously. And He said, 2, 2 главa 34 стих говорит, что Давид не вошел на небеса. And He says, the Lord said to my Lord, sit at my right hand. No, сам Давид сказал, что Господь сказал Господу моему, сиди, отеснуй меня. Till I make your enemies your footstool. So here He is quoting the two main scriptures that speak about the resurrection. Psalm 16 and Psalm 110 verse 1. And so consistently he would go to the scriptures and he would explain why it's talking about you. And again, obviously, there were Jewish objections and they were saying that David is talking about himself and he's saying, why David is saying this could not be talking about himself. Because he never sat at the right hand of God. Тогда не сидел по плоди снуя Отца, по правой руке, правильно? Давайте еще раз мы возьмем перерыв. Продолжение следует...